Электромонтёры, электромонтажники, слесари, ремонтники и страховые агенты, наладчики технологического оборудования – будущие профессии этих ребят. Новоиспечённых учащихся сегодня 207. Всего в колледже обучается около 500 человек, среди которых, кстати, 20 девушек. Молодёжь не только получает знания по выбранной специальности, но и максимально развивается как личность. Количество поступающих с каждым годом разное. Оно идёт в зависимости от того, какие специальности и сколько требуется нашей промышленности. Это города Бреста и Брестской области. Но менее 200 учащихся у нас в наборе ещё не было. Сегодня рабочие профессии на рынке труда весьма востребованы. Их актуальность продиктована временем. Именно рабочие профессии являются ключевыми для предприятий и организации, а потому упор на профтехобразование сделан серьёзный. На это нацеливают представители научного сообщества глава государства. В этом убеждены и кураторы учреждения образования, готовящие кадровый резерв. О хороших результатах говорит то, что специальности востребованы. И по каждой специальности у нас идёт конкурс. И иногда по отдельным специальностям конкурс более 7 баллов по дисципальной шкале, проходной балл. Это радует меня. Ребята приходят уже мотивированы. Вчера школьник, сегодня учащийся колледжа. За 2-3 года обучение мировоззрения молодёжи меняется. А цели становятся амбициознее, планы глобальнее. К концу учёбы в них трудно узнать вчерашнего школьника. Я хочу получить специальность, по крайней мере. А колледж – это именно заведение, которое даёт мне специальность. Уже не общее среднее образование, не базовое, а именно специальность, которая мне в будущем будет приносить какую-то пользу. За первый месяц мы узнали друг друга намного лучше. У нас хороший, слаженный коллектив. Я хочу сказать, что я рад, что поступил в этот колледж. Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения свыше 35 лет готовит кадр для народного хозяйства Беларуси. Сегодня его выпускники работают во многих сферах экономики, на предприятиях и в организациях города, области и страны.